Игрушка. Автор Александр Куприн. Вот как на горку выйдем, барин, так сейчас и город будет видно, сказал извозчик, обернувшись назад и показывая лицо все белое от снега. Ишь, огнита, ровно зарево! Над горой на темном звездном небе стояла длинная сияющая полоса отблеску уличных фонарей. И опять уж данного сердце сжалось от сладостного волнения, вроде того, которое он испытал полчаса тому назад, выходя после двухдневной дороги на С-вокзал. В его памяти жадно и стремительно теснились проснувшиеся с новой силой минылые воспоминания прошлого, связанные тесными узами с тем городом, к которому он теперь подъезжал после двухлетнего отсутствия. Когда его в новую эпоху его жизни знакомые женщины спрашивали об этом прошлом, он всегда говорил с несколько разочарованным и усталым видом, что в его прошлом была любовь, на которую он отдал всю молодость и все лучшие силы души. Шесть лет тому назад он приехал в Ка, только что окончив университет и поступил на службу по акцизу. В провинциальном городке между танцами в общественном собрании, загородными пикниками, для которых ездили все в одну и ту же деревню, дубовую, и любительскими спектаклями, Адюльтер создается очень скоро и на семейных началах. Однажды во время зимнего катания в санях ему пришлось сидеть рядом с женой своего сослуживца и начальника. Он ее много раз видел раньше, танцевал с ней, находил ее хорошенькой, но ему никогда еще не приходила в голову мысль о возможности близости между ними. Это была пышная и томная блондинка с ленивой грацией сбалованной кошечки, с маленькими белыми ручками, смешливая и дерзкая. Взволнованный выпитым вином у сумасшедшей ездой он, сидя совсем близко около нее, не отрывал глаз от ее лица, раскрасневшегося и счастливого. Затаив дыхание рабея, он нашел ногою под полостью кончик ее ботинка и пожал его. Она закрыла глаза и не отодвинула своей ноги, а на второе пожатие сама, как будто бы нечаянно, ответила. Потом он нашел под ротонда ее теплую руку, потом обнял ее, она покорно, слабой улыбкой на губах положила ему на плечо голову. Эта любовь, начало которой носила такой случайный характер, продолжалась почти четыре года. Роман со Ждановым был для Антонина Васильевна не первым романом в жизни. Она принадлежала к числу тех женщин-кошек, которые не ищут сами приключений, но зато без всякой борьбы принадлежат тому, кто умеет их взять и удержать при себе. Для Жданова же обладание красивой замужней женщины из общества было целым громадным событием, и любовь Антонина Васильевна навсегда осталась для него мерилом для сравнения со всеми встречавшимися ему впоследствии женщинами. Муж, толстый флегматик, любивший хорошо поесть, поспать и поиграть в винт, не мешал им. Как и все обманутые мужья, он первый догадался о новой связи своей жены, так же, как догадывался о предшествующих. Но так же, как и все мужья, он, по примеру, страуса, прячущего голову в песок, старался себе уверить, что ничего нет, и что поэтому и другим ничего не заметно. Это, конечно, не помогало. В глухих городишках, когда минет первое горячее время злословия, Кадюльтеру начинают относиться с удивительным добродушием, считая его в силу давности законным между тремя людьми отношением. На четвертый год любовь сделалась тяжелой для Ждановой и для Антонины Васильевны. Собственно, прежней-то любви, неудержимого увлечения двух молодых и красивых людей друг другу давно уже и не было. Оставалась только привычка, неудобная обоим, благодаря необходимости притворяться и обманывать. И, кроме того, оставалось затруднение сказать последнее, разрывающее слово. Антонина Васильевна, конечно, сама бы порвала тягостные отношения, если бы кто-нибудь опять завладел ею, но, вероятно, физически и умственные шансы Жданова настолько высоко стояли в мнении местных кавалеров, что никто из них не решался выступить его открытым соперником. Наконец, на помощь им пришло неожиданное назначение Жданова в Петербург, и они простились без слез и без ненависти, каждый радуясь своей свободе. И только много времени спустя воспоминания о прошлой любви окрасились для Жданова в поэтический, грустный и сладкий колорит. Чтение ее записочек, оставшихся у него, всегда немного его волновало, и он на конверте, заключавшем их, сделал надписи своего любимого поэта «Что прошло, то будет мило». Подъем в гору кончился. Лошади, почуяв близость к конюшне, сами прибавляли ходу. Левая, престижная, косматая, крепконогая кобылка, тонко и радостно заржала и схватила коренниками зубами за шею. «Балуй, балуй!» — крикнул на нее преувеличенный сердитым басом ямщик. И потом, вдруг приподнявшись на козлах и поправив под собой сидение, добавил необыкновенно тонким фальцетом. «Я тебе побалую!» «Не лошади, а звери!» — обратился он к Жданову с той любовной хвостливостью, с какой говорят о своих лошадях русские ямщики. «Прямо душегубы!» «Ну, теперь только держись, барин, сам дам наводку и просить не стану». «Эх, вы, караковы! Ну, вы, голубчики! Да еще миленькие!» Все лицо Жданова обдало мелкой снежной пылью, и он на минуту невольно зажмурился. Когда же он открыл глаза, то увидел внизу веселые огоньки города, разбросавшегося по громадной широкой долине. Жданов взял недавно двухмесячный отпуск, чтобы привести в порядок доставшееся ему неожиданно по наследству имение. Он узнал, что его путь лежит мимо Ка, и это с самого начала взволновало его. Не доезжая Москвы, он решил хоть на один день заехать в Ка, чтобы навестить Линарских, посмотреть на Антонину Васильевну, послушать ее голос, узнать подробности ее настоящей жизни. Он вспомнил также об ее сынишке Вите. Когда Жданов только что познакомился с Линарскими, ему было около двух лет. Жданов решил, что необходимо в Москве купить Вите какую-нибудь очень хорошую игрушку. Это всегда подкупает матерей и делает их нежнее. За три станции от Ка, Жданов, разнеженный воспоминаниями, которые все сильнее, назойливо и волновали его, подумал, что времени для устройства дел у него еще достаточно много, и ничто не мешает ему провести в Ка целую неделю. Он ничего определенного не ждал, ни на что не надеялся, но его инстинктивно тянуло испытать острое наслаждение, бередить старые раны. Потянулись знакомые улицы, и Жданову вдруг показалось, что он только на день выехал из этого городка. Все осталось так же неподвижно, патриархально и широко. «Знаешь дом Линарских?» – спросил он химщика. «Знаем-с. Туда прикажете?» «Да». Чем ближе подвигался к Жданов, к знакомому дому, тем сильнее им обладевало нетерпение. Он даже невольно старался движениями тела ускорить бег лошадей. Какое найдет Антонину Васильевну? Вероятно, она изменилась, может быть, даже похорошела той красотой, которую французы называют дьявольской. Только бы не расплылась. Жданову хотелось поскорее увидеть давно знакомую обстановку дома Линарских, знакомую мебель, цветы, лампы, услышать знакомый запах в комнатах, особенно в ее спальне, пропитанной, как и все белье Антонины Васильевны, как и она сама, свежим запахом флорентийского ириса. Ирисом пахли ее письма к нему и этот аромат. Каждый раз, когда он читал ее строки, необыкновенно ярко воскрешал перед ним ее образ. Ему хотелось держать в руках ее руку, ощущение которой так было ему знакомо, смотреть на ее ловкие ленивые движения, на ее томную улыбку с ямочками на щеках. А что, если она опять? Мелькнул у него в голове. Что, если эта мебель, этот запах ириса, эти ямочки так же знакомы и милы уже другому? У меня за это время были уже случаи. Нет, не любви, конечно, всю силу своей любви я истратила на Тоню, но увлечения. Отчего же у нее не могло быть? Нет, впрочем, женщины чище и лучше нас. То, что для нас приключения, то для них целое жизненное событие. Ну, а если бы и так? Все равно все всегда возвращаются к своей первой любви. Особенно для женщин это важно. Если она и принадлежит другому, все-таки я ей буду очень и очень интересен именно в силу этого дразнящего желания растравить прошедшее. И она мне подарит несколько блаженных минут. Тогда зачем же тогда оставаться только на неделю? Я ей в один месяц успею устроить свои дела. Стало быть, могу прожить в Ка недели 3-4, а там опять в Петербург. И как это будет хорошо. Длинная любовь годами ведет к скуке, привычке и утомлению. А здесь ярко, коротко и навсегда остается в памяти, как что-то чрезвычайно милое. Все равно, что после обеда выпить одну только рюмку ликеру. И полезно, и приятно. А выпить 10, и во рту пригадка и ощущение. И мщик круто завернул по той улице, где жили Ленарские. Оставалось еще проехать сожжение 100. Вот сейчас, сейчас, волновался Жданов, слыша биение своего сердца. Есть ли у них теперь кто-нибудь? И чтобы не мешкаться долго у подъезда, он заранее начал собираться. Достал из-под ног небольшой саквояж, заключавший только самые необходимые вещи, белье. Перевесил через руку плед, вынул из кошелька деньги для ямщика. На коленях у него лежал еще небольшой ящик, обернутый в бумагу, с которым Жданов обращался особенно бережно. В ящике заключался дорогой и очень сложный аппарат камеры Люциды, с помощью которого можно было воспроизводить на экране световое изображение любой фотографической карточки, как в волшебном фонаре. Эта игрушка стоила очень дорого, и Жданов заранее предугадывал, с каким немым восторгом станет мальчик рассматривать невиданную игрушку, и как мать будет польщена вниманием своего бывшего любовника. Жданов очень живо припомнил фигуру и лицо мальчика, как он его видел в последний раз. Худенький, тонкий, стройный, он с нежным цветом лица, с длинными льняными локонами, падающими по плечам, походил в своих изысканных баркатных и кружевных костюмчиках на миниатюрных пажей и инфантов исторических средневековых картин. Он всегда был привязан к дяде Ждану, заставлял его по вечерам импровизировать сказки и постоянно требовал новую. Ямщик круто остановил тройку. — Слава Богу, есть огонь, — подумал Жданов, радуясь тому, что застанет Антонину Васильевну дома и считая это счастливой приметой. Он наскоро расплатился с ямщиком, Ляков сбежал на подъезд и позвонил. — Сейчас выбежит Дуняша, — думал волной Жданов. — Сначала-то она не узнает, а потом обрадуется. Славная девушка, она всегда бывала радовалась, когда я приходил. Цела ли игрушка-то? И он бережно ощупал ящичек. Обрадуется мальчик. Он всегда был такой любопытный. Ах, как хорошо! И толстяк ленарский такой милый. Как он кричит всегда за винтом смешно. — Наверное, я застану самовар, они всегда в это время чай пили. Тепло в комнатах-то, радушно, так все знакомо. А Тоня? Вся эта прелесть вторичного сближения, прелесть первых намеков и ласк, сначала робких, стыдливых, а потом все более и более жадных. За дверью послышались шаги и щелкнула задвижка. Отворила дверь и все та же Дуняша. — Здравствуй, Дуняша, не узнаешь меня? — воскликнул Жданов приветливым молодцеватым голосом. Но Дуняша как будто даже не особенно обрадовалась, отвечала точно нехотя. — Пожалуйте, барыня в гостиной. И добавила в полголоса. — Только вы нынче не поспели. Завтра в десять часов назначено опять. Но Жданов так был занят собой, предстоящей встречей, что не сумел заметить неравнодушия Дуняша к его приезду, ни некоторые странности и последних слов. Сбросив наскоро пальто и шляпу, и захватив подмышку камер, он быстро вошел в длинный неосвещенный зал. Дуняша шла за ним, вероятно, для того, чтобы доложить о его приезде. Дверь в гостиную была отворена, из нее падал косо на паркет свет от лампы в гостиной. Из гостиной слышалось странное, монотонное, тягучее бормотание. Но и на это обстоятельство Жданов почти не обратил внимания. Тяжело переводя дух от сладостного волнения, он на цыпочках шел в длинный зал и заглянул в гостиную. И окаменел на месте. Среди комнаты по диагонали стоял на возвышении маленький нарядный гробик, и в нем лежал ребенок с нежным личиком и длинными льняными локонами. Выражение этого личика было такое, как будто мальчик только что заснул под импровизированную сказку, с улыбкой, застывшей на губах, совсем так, как бывало засыпала Витя на руках у Жданова два года тому назад. По одну сторону гроба, около аналоя, стоял дьячок и читал, водя концом зажженные свечи по строкам. По другую сторону, на коленях, припав лицом к поптянутому белой материи, возвышению застыла женщина в черном платье. Жданов видел только ее спину и плечи, и завитки белокурых волос на белой прекрасной шее, и тотчас же узнал Антонину Васильевну. Дуняша сделала было движение войти в гостиную, но Жданов остановил ее жестом. Он постоял еще минут пять и так же тихо, как и пришел, на цыпочках вышел в переднюю. Машинально, подавленный каким-то огромным недоумением, и наделся, взял свои вещи, вышел на улицу и становился. В это время его взгляд упал на камеру люца, довисевшую у него на руке и Жданов сразу, мучительно, до ощущения физической боли покраснел краской жгучего стыда. В одно мгновение припомнились ему его мысли во всю дорогу от Петербурга, его желание обладать женщиной в черном платье, застывшей от горя, его расчеты подкупить подарком этого худенького ребенка в льняных локонах, который с улыбкой лежал в гробике. И внезапно, с озлоблением на себя, со слезами стыда на глазах, он высоко поднял над головой дорогую игрушку и силой бросил ее о плиты тротуара.